А вот это моя боевая подруга Винтовка Штайр Манлихер 3.3.8 С которой я уже достаточно продолжительное время работаю Но сейчас у нас другие дистанции стали Фронт отодвигается, пацаны десантура Работает, арта их долбит И все дальше и дальше они уходят Поэтому жду, когда выйду на работу с Лобаевской винтовкой Лобаев 3.75 Севастополь Вот командировочное удостоверение Прибыли в Самарскую область на НСК-ранчо Для того, чтобы пройти вместе с командиром группы снайперов Интенсивный курс высокоточной стрельбы Под руководством Григория Бондарева Будем работать с Лобаевскими винтовками Я даже не знал вот это Ты часто будешь эту фразу произносить? Дай бог Если бы ты сейчас учил меня единоборством, я бы тоже так говорил Когда я начал работать, так сказать, в своей новой специальности Я ознакомился с тем, что у нас есть Что стоит на вооружении в нашем подразделении Там стоят разные винтовки И я как человек любознательный начал просто изучать историю фирмы Историю бренда, историю компаний Все, что касается истории компании Лобаева Оно мне внутри отзывалось Ну, как по какой-то причине Потому что это такая история энтузиаста История, во первую очередь, патриота История человека, который болеет душой за то, что происходит в стране От вежливости еще никто не погибал Я просто, на самом деле, выразил свою благодарность И свое почтение, пригласив Влада на бой Он сказал, слушай, много работы, приезжай сам Нашел время, приехал, познакомился В ходе наших тренировок мы тренируем сильное и слабое плечо И то, и то Я вот как раз хотел вопрос задать То есть, в любом случае, работа идет на два плеча, на два глаза, да? Да, и в твоем случае, это очень хорошая штука Что у тебя есть устойчивый навык стрельбы с правого плеча И, да, мы тебя подучим И тебе, ты будешь как амбидестер, да? То есть, стрелять и с правого, и с левого И тебе в этом случае будет комфортно Знаешь, там такая забавная история произошла Когда я приехал к Владу Ну, мы познакомились В приемной Он говорит, ну, давай поговорим Сели друг напротив друга И он мне говорит, ну, рассказывай То есть, я увидел перед собой человека Который полностью увлечен своим делом Настолько, что как будто находится в своем мире И внешним миром практически там не интересуется Я вообще ничего не знал Владимира Минеева До нашей встречи с ним Потому что я, собственно говоря, не интересуюсь смешанными единоборствами Поскольку Владимир объяснил мне, что он занимается кикбоксингом Кикбоксинг тоже совершенно понятный для меня дисциплина И я прошел через это, несколько затронул этот вид спорта И поэтому сразу был установлен такой психологический контакт между нами Ну, а когда я узнал, что Володя еще и хочет постичь Ну, какие-то азы снайпинга И даже, в общем-то, глубже копнуть, чем азы Ну, это абсолютно меня расположило Потому что человек, который не боится рисковать жизнью настолько, что принимает для себя решение Идти на СВО Ну, это не может не вызывать уважения И, конечно, ну, я на самом деле не так много знаю таких примеров У человека есть все, да, у спортсмена Ну, он, в общем, достиг всего И вроде бы все хорошо, все устроено Но, значит, есть что-то большее Есть некая высшая мотивация, которая им движет И я начал свой рассказ, на самом деле С начала своей истории Что вот так вот занимался спортом Приехал в Москву Занимался боксом на Бауманской Он говорит, на Бауманской? Я говорю, на Бауманской Вот там вот ДФК, трудовые резервы Бакунинская, Энгельса, 53-56 Он говорит, слушай, а я в церкви без крестов занимался боксом Ну, для тех, кто в Москве спортом занимается Такие довольно культовые и известные локации Которые еще там с середины прошлого века функционируют И вот на этой вот почве у нас начало появляться какое-то доверие У Влада есть партнер Яков Алексеевич выходит Смотрит на меня Смотрит на Влада Потом опять на меня Потом опять на Влада Говорит, он что, сам сюда пришел? Он говорит, ну да Он говорит, а ты не знаешь, кто это? Он говорит, нет Он говорит, ну Ну, пойдемте поговорим Ну, как-то, знаешь, так Все было приятно Поговорили о многом, о разном И просто Я даже на самом деле не ставил себе целью Там, как-то Ну, получить какую-то выгоду от этого Для меня это было просто вот как Знакомство с новым Чем-то с новым миром И для меня это был такой шаг К расширению своего сознания К тому, чтобы узнать что-то новое Но из этого вышло хорошее Там, в первую очередь, знакомство Да и взаимодействие, я считаю Когда ты кладешь на приклад голову Ты сразу же меняешь систему координат И у тебя вестибулярный аппарат Искусственно получает информацию Так, что с гравитацией Ты иначе видишь мир в этот момент Поэтому, вот, в суперточной стрельбе В суперответственной стрельбе Ты должен всегда стрелять максимально Ну, максимально соблюдать вот эту историю Плюс Да, это важно Мои представления о том, как все устроено Они оправдались И просто, ну, ребята Настоящие русские оружейники Патриоты, которые в глубинке делают Высококлассный, высококачественный продукт От всей души стараются помочь фронту И находится на своем месте И мы, безусловно, все патриоты У нас у всех активная гражданская позиция И мы остаемся в векторе государственной политики Но мы внутри своих Внутри каждого внутри своего направления Мы стараемся сделать больше И стараемся максимально быть полезными Здесь, сейчас Так же, как вот и сейчас Здесь мы находимся на ранчо И Григорий Бондарев Это же легендарная личность Которая, во-первых, сам по себе Профессионал высочайшего класса Во-вторых, еще и человек Который также искренне помогает пацанам И, ну, вот я лично знаю Что он там уезжает Вот с такой вот полностью Там собранной винтовкой Все у него есть А приезжает просто со стволом Потому что все пацанам отставляет И все от себя отдает И делает максимум для победы нашей страны В этом противостоянии И мы все вот такие Просто притягиваемся друг к другу Я здесь не вижу ничего сверхъестественного Мы сейчас берем винтовки Берем ковры Вот Выдвигаемся с тобой на позицию Для дальней стрельбы И начинаем оттуда работать Задача Значит, определить расстояние до цели И поразить ее Самое яркое И самое приятное У меня в жизни ощущение Было, когда я на чемпионате Европы Стоял на пьедестале Почета на первом месте Финал у меня Я закончил нокаутом Парня убрал поляка А литовец Он просто не вышел С вами драться И когда гимн России заиграл Я его начал громко петь И смотреть им в глаза Которые они убирали И вот каждый из тех фамилий Которые были произнесены Я уверен, у них точно такое же отношение К флагу, к гимну и к нашей стране И поэтому мы вместе Вообще, конечно, ребята работают с тем, что дают То есть тут никто не жалуется Это просто не принято Но вот вчера работала Лобаевская винтовка И Орсис Изменилась температура Была плюсовая И резко стала минусовая Орсис не выстрелил вчера Потому что Лобаев Это качество, эксклюзивность И внимание к деталям Вот Лобаевская винтовка Которая стреляет И не хуже, чем Штайр Манлихер Поражает цель На тех дистанциях Которые там Некоторым людям запредельными кажутся И еще много будет нового Я там, знаете, что видел на заводе? Не буду рассказывать Постарайся Вот как мы с тобой Знаешь, как я иногда учу? Вот так вот мы берем с тобой Как будто ты винтовку удерживаешь Ты свой палец кладешь вот сюда А, уже вот сюда, да? Да И вот так вот мы надавливаем Видишь? Мягко Ты сильно давишь Должен мягче давить Мы сильные парни Но в этом случае мы должны быть очень нежными Сверх нежными Вот как с девочкой Вот так вот Все Максимально мягко Я в группу сноуперов попал Уже с определенным Каким-то базовым уровнем Но Вот такие нюансы Они даже вот сейчас меня уже улучшают Но это в любом случае Как и в любом деле Важна тренировка Готов Огонь Попадание Первым в центр Красавчик От души, сенсей Просто красавчик В голову 1100 В такой ветер КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ